Привет, друзья! Попал ко мне в руки маленький такой кершик, совсем малыш. Это керши Atmos Симкевич дизайна с 8 хром 13. Вот, значит, я приобретал этот нож в закрытую удаленно по обзорам, так же, как и многие из вас. Вот, и я посмотрел пару обзоров, все очень хвалят, особенно в одном обзоре, прям, ну, со всех сторон этот нож хороший, всем он великолепен, но ни в одном обзоре, я думаю, что даже сейчас вы не можете оценить, насколько этот ножик маленький. И вот, когда я его получил, я, так скажем, сразу поделюсь своими впечатлениями, я совершенно не ожидал, что он такой маленький. Он в кадре, кажется, что он больше, но когда его берешь в руку, это такой, прям, прям такая зажигалочка, такая маленькая, тоненькая, но никак не ножик. Даже в моей маленькой руке, взяв вот так вот, он у меня выпадает, то есть он у меня прям вот норовит вот так вот выскочить. У меня такое ощущение. Ну, ладно, давайте сначала по ножу, точнее не сначала, а уже пройдемся по ножу. Нож не новый, нож уже имел владельца. Значит, у нас G10, сверху миллиметровый карбон приклеенный и фрезерованный. Заглушка, видите, уже немножко потертая. Это пластиковый спейсер. Отличные клипсы глубокой посадки. И за счет того, что она грамотная, очень на карбоне, она очень отлично одевается. Помимо того, что она, в принципе, достаточно мягкая, средняя такая, скажем, но за счет того, что вот этот полированный карбон, она одевается, снимается просто великолепно. Честно скажу, нож не оправдал мои ожидания. Я ожидал получить побольше. Не к тому, что он чем-то там, что-то у него там не так заходит, там замок или еще что-то, там исполнение какое-то. Нет, все нормально, но нож реально очень маленький. Очень маленький. Несмотря на то, что у меня маленькая рука, я повторяюсь, он у меня выпадает из руки. То есть у меня мизинец проваливается, я прям его не могу схватить нормально. То есть, вот, это раз. Во-вторых, у него есть, так скажем, психологическая проблема. Это бонка. Упорная бонка или втулка. А, слушайте, я ошибся. Смотрите. Она крепится в этот, видите, стальной лайнер с одной стороны. Я, видимо, посмотрел, что она крепится в G10 просто. Так, сейчас попробую показать. Вот, в G10. И решил, что она, в принципе, в G10 крепится. Но нет, видите. Вот я обзор, так скажем, прояснил ситуацию для меня тоже. Вот стальной лайнер, она крепится бонка. Так что, в принципе, достаточно надежная конструкция. Так что, прям вот я прояснил для себя ситуацию это тоже. Вот. Значит, я же думал, что она крепится просто в G10. Поэтому, как бы, надежности нож страдает. Но это, как видите, только что мы выяснили, что это не так. Значит, в усилом стоят подшипники. Механика, конечно же, не может быть хорошей. Выбрасывается хорошо. Но забраситься, конечно, он не может. Во-первых, они стальные. Во-вторых, лезвие очень легкое. Лезвие легкое, поэтому, ну, в принципе, нормально. Я не скажу, что что-то плохое. В общем, единственное, значит, относительно втулки мы прояснили. И единственный недостаток, который, ну, для меня он достаточно серьезный, чтобы избавиться от этого ножа, это то, что он очень маленький. Ну, он откровенно реально маленький. Кому нравится, я знаю, есть люди, которым нравятся маленькие ножи. Вот он подойдет. Так, что еще хорошего? Скажу, значит, с одной стороны у нас G10. С другой стороны у нас черный лайнер, который ввел меня в заблуждение. Я думал, что, видите, он там тоже очень немножко. То есть он только на... Видимо, вот только на эту втулку залезает. Я разбирать его не буду, потому что, я говорю, нож мне не подходит. Поэтому, вот видите, он идет вот до этой втулки. Нож мне не подходит, он слишком маленький, поэтому он уедет к новому владельцу. Так, что еще? Момент какой? Нож имеет такой, скажем, небольшой неприятный недостаток. Я бы не назвал его недостатком серьезным, потому что он, в принципе, маленький, не на силовую работу. Так что, вот это вот лезвие, оно вырезано лазером, я так понимаю. И вот здесь у нас присутствует острая фаска. Она прям очень острая. То есть, проведя, он прям... Не знаю, видно, не видно. Но он прям срезает мне ноготь. Прям, может, даже, я бы сказал, практически можно обрезаться. Вот. Но он такой маленький, что не чувствуется этого. Ну, то есть, нет такой области, в которую бы попадал так вот палец, чтобы было дискомфортно. Есть, но она небольшая совсем. Ну, хорошо бы, конечно, убрать, как, например, на той же крысе. Возьмем, например, вторую крысу. Вот здесь, вот, например, такого нет. То есть, вот здесь у нас она такая зализана, и не чувствуется, что она острая. Здесь тоже. Хотя тут тоже агрессивная насечка. Вот. Значит, что еще? Смотрите, у нас клинок вот с таким вот крюком. И он закрывает втулку. То есть, он вот так вот, хоп, и проходит дальше. Ну, очень приятненько так палец ложится, все хорошо. Так, винт у нас, здесь у нас пустой. Здесь у нас, вот, по-моему, с восьмеркой. Здесь у нас под шестерку. Я прям так вижу. Разбирать еще раз повторяюсь я не буду, потому что он мне не подходит. И отправиться новому владельцу. Так, давайте пройдемся по характеристикам. Традиционно сравним его с крысой. Вот крыса. Нарядная крыса. Вот, видите, какой это малыш. И чтобы более понимать получше, я вот вторую крысу положу. Вот со второй крысой он близок. Вот. Ну, и что еще интересно. Несмотря на то, что он настолько отличается от крысы, рабочую область у него достаточно большая. Смотрите. То есть, в качестве именно рабочего ножа, он очень даже, ну, то есть, там, порезать бутерброды, колбасу, он вполне не то, что построгать там кол. Я думаю, это вряд ли. Но, как видите, там стальной лайнер все равно втулку держит. Так что, может, и можно было бы построгать кол. Ну, как тут вот держать-то он здесь такой маленький. Ладно. В общем, рабочая область у меня большая. Колбаску хлебушек порезать вполне, мне кажется, можно. Так. Давайте со второй крысой сравним. Смотрите, насколько он превосходит длиннее второй крысы. чуть ли не на сантиметр, хотя по габаритам он совершенно идентичен второй крысе. То есть, видите, при этом на сантиметр режущая кромка у него обгоняет крысу. Вот. По толщине такой же, как вторая крыса. Давайте. Ну, с этой слоя у меня нарядная она. Я как бы джидист. У нас потоньше он будет. Вот. Так, что еще я хотел сказать. То есть, это вариация на вторую крысу. Но вторая крыса, например, у меня лежит в руке вполне нормально. Я ее вполне чувствую и надежно ощущаю. А здесь у меня проваливается мизинец. Вот мизинец проваливается. Ну, вроде как тоже ничего. Нет. Нет. Все-таки. Мал. Вот прям вот. Ну, 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 мало мне. Вот мало. А вот вторая крыса вполне нормальная. Вот даже вот со стоковыми накладками. Нормально. Это мое личное ощущение. Потому что вот я говорю. Я посмотрел по обзору. Ну, все прям. Ох. Какая великолепная вещь. Со всех сторон хорошая. Ну, мне вот откровенно мала. Ладно. Значит, вес этой вещицы 56 грамм. Стальные подшипники шариковые в усилом. Так. Толщина лезвия 2,6 миллиметра. Сведение у нас вот здесь вот такое, как любят китайцы запилить. Сделано в Китае. Вот видите, Китай написано. Здесь такое тупье. Я вот намерил 0,9. Ну, вот здесь видно, что она тут больше, чем в миллиметр расходится. Дальше идет 0,7. 0,7 идет по всей решечке кромпы. На мой взгляд, многовато. Я бы думал, что 0,5 было бы в самый раз. 0,7 все-таки многовато. Вот. Стоит он где-то 3,700. 3,700 рублей. Это где-то 55 долларов. На мой взгляд, это многовато. За такого малыша, ну, собственно говоря... Не знаю. В общем, это факт. Это факт, что вот такая вот цена. Значит, давайте я порежу еще продукты. Строгать дерево я не буду. Еще раз повторяюсь, потому что нож уедет к новому владельцу. И если вот это вот крепление в один лайнер будет недостаточно, я его сломаю, то я останусь без новой игрушки, а я этого не хочу. Ладно. В общем, надеюсь, было интересно. Чем этот обзор отличается от других? Тем, что я показал, что он реально маленький. Так что, человек, кто соберется его покупать, будьте готовы, рекомендую сначала подержать его в руках. Если у вас есть такая возможность, лучше сначала подержите в руках, чтобы понять, что это такое, прежде чем покупать. Потому что он реально очень маленький. Вот. Ну, давайте я еще порежу продукты для того, чтобы понимать вот именно утилитарные его свойства. Для тех, кто любит маленькие ножи и пользуется в основном для нарезки продуктов или чего-то такого несложного. Вот тут для этого, мне кажется, он вполне нормальный. Вроде как еще и игрушка. Ну, то есть флипер. Так, ну давайте бутербродик просто нарежем. Ну, вторая крыса. Мелковат все равно. Вот кусочек сыра тут остался. Заодно посмотрим, лайнер пролезает дальше или нет. Честно скажу, мне неудобно резать его. Вот такой вроде... Вот если бы он был побольше, вот реально на сантиметр, туда и сюда, вот тогда было бы получше. Так, ну, мелкий очень. Ну, так, кому нравятся мне маленькие ножи, вот есть он такой. Так, ну, лайнер у вас как был, наверное, так и остался. В общем-то, ничего не поменялось. Вот, надеюсь, было интересно. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...